Тара-тара-та! С этим конструктором каждый себя почувствует не только Эдисон, а настоящим инженером. Причем тут соль. Вот у нас есть такие штучки. Ё-моё, в камеру прилетело. Сейчас внимательно смотрим и просто начинаем балдеть. Привет, друзья! И сегодня мы снова с вами погрузимся в мир электроники и технического творчества. Представляю вашему вниманию все тот же бренд Pro-Like, который недавно совсем залетел на наш канал. И залетел, я вам скажу, не так-то и плохо, потому что все любят что-то новенькое. Итак, в данном случае демонстрирую вам коробочку меньшего размера, но возрастную группу того же, собственно, возраста. Как бы это смешно ни звучало. В чем тут соль? В данном случае основное отличие это отсутствие электроники и блоки, которые отличаются своим форм-фактором. Давайте на них внимательно взглянем. Открываем коробочку, смотрим, что нас тут ждет. Распаковка. Получается, внутри нас с вами встречают вот такие квадратные блоки. На верхнюю камеру вы их прекрасно видите. В данном случае это батарейка. Помните, что в конструкторе, который у нас назывался, вспомните как? Стэм Энерджи, когда были вот такие круглые блоки, нам требовалось три батарейки типа ААА. А здесь аккумулятор литиевый. Его достаточно просто зарядить. Здорово? Конечно же здорово, не надо заморачиваться на батарейке. И чтобы быть уж до конца четким и понятным, этот конструктор называется Logic Blocks. О чем стоило бы сказать вначале. Ну, к чему эти условности? Итак, собственно, Logic Blocks нам представляет вроде как логические блоки. Собственно, те самые блоки, которые мы с вами можем соединять. И этот конструктор является продолжением другого. Выглядит он так, как будто бы на возраст старше рассчитан. Но на самом деле ничего подобного. Все тот же возраст. Если мы посмотрим на блоки с обратной стороны, все та же фишка этого конструктора. Мы его как-то можем соединять с лего панелями. Но об этом давайте чуть-чуть попозже. А, собственно, сейчас посмотрим, что входит в состав. Поскольку проводов нет, у нас единственный провод в комплекте это та самая зарядка. Далее есть вот такой магнитик. Причем магнитик необычный. Давайте посмотрим на него. Он у нас с одной стороны как шипы у кубика лего дупла, а с другой стороны магнитный. Магнитный магнит, что может быть прекрасней. Я вот так могу соединить и, собственно, куда-то это все дело примагнитить. Почему он один, не знаю. Видимо, на любимый блок я его буду цеплять. Далее есть у нас какой-то вентилятор. Есть штуки для размыкания. Представляете, значит, можно сделать какую-то сигнализацию. О, датчик влажности. Кстати, у меня есть цветок. И мы давайте ему попробуем влажность измерить. Вот у нас есть такие штучки. Когда мы с вами начинаем всегда обзор, я всегда говорю, должна быть инструкция. Инструкция в прошлом конструкторе была на русском языке. Давайте посмотрим, как дела обстоят здесь и чем они отличаются. Собственно, здесь история та же самая. Ложит блок, 20 схем на русском языке, 15 электронных компонентов. Все это мы знаем, как подключить, собственно, как называются блоки и как пользоваться инструкцией. Это здорово. А еще здорово то, что эти блоки, они отличаются от тех блоков, которые были, собственно, у нас в STEM Energy. Это значительно расширяет функционал наборов, если вдруг вы решите его докупить, потому что залетел первый набор. Куда залетел? Конечно же, в зону интереса ваших детей. Дальше. Есть у нас с вами вот такие классные карточки. Вот это мне очень в них нравится. Сейчас внимательно смотрим и просто начинаем балдеть. Потому что в них главная фишка заключается в том, что нам дают, допустим, задание. Не просто из книжки, как мы делали в предыдущем наборе, а вот так. Включаем свет. И здесь любой ребенок, просто расположив блоки на нужном расстоянии друг от друга, подключив правильно последовательности, а неправильно подключить их очень сложно, собственно, добивается того, что мы с вами сможем включить свет в комнате. А еще это прекрасная раскраска. Как это все работает, давайте покажу, зачем об этом просто так говорить. И поскольку сейчас мы с вами будем заниматься интеллектуальной деятельностью, то настало время шутки. Если ваш ребенок когда-то спрашивал, почему свет загорается от нажатия на выключатель, то этот конструктор ответит ему на этот вопрос. И, возможно, у него появится пару новых. Тара-та-ра-та. Погнали дальше. Берем, собственно, нашу схемку. Смотрите, запуск НЛО. Ну, как же без него. Берем оранжевый блок. Ищем его здесь. Раз. Взял оранжевый блок. Кнопочки. Окей. Берем батарейный блок. Аккумулятор. Чупок. Соединили. Хорошо. И берем вентилятор. Пропеллер. Если знаете, чем вентилятор отличается от пропеллера, напишите в комментариях. Я это знаю. Так, хорошо. Дальше. Написано, снимите заглушку перед установкой пропеллера. Ну, на самом деле, у нас он был уже установлен. А, я думаю, что он должен будет взлетать. А эта заглушка фиксирует. Ну, вот так мы с вами, собственно, и разобрались. Инструкции надо читать. Друг мой. И далее. Вот смотрите, как это все делать. Смотрите, друзья. Смотрите, вы просто обалдеете. Вот так мы это все соединили. И далее. Вот эта фишка. Вот так. Оп, накрыли. Оп, вот так сделали. Так, все. И у нас с вами, смотрите, пульт управления. Запуск. Нажимаем кнопку. У нас-то других кнопок нет. А, я все. Я понял, как это работает. Нажали. Уи-ху. Ё-моё. В камеру прилетело. Хорошо. В общем. Ну, бомбическая штука. Очень интересно сделано. Классно, что отличается не только блоками, а и самим методическим подходом. В том, что ребенок самостоятельно дома остался один, и ему, наконец-то, есть чем заняться. Вы можете сказать, иди, пособирай конструктор. И он действительно просто, ориентируясь на цвета блоков, сможет пойти и пособирать. Чудо чудесное. Вот. Другое дело, что правильно надо называть свои блоки. А не как я, пропеллер. Кстати, тут блоки все подписаны. Можно ориентироваться на номера. Здорово. Отлично. Давайте сейчас попробуем датчик влажности. Такого мы тоже с вами не видали. А про вот эти удлинители, если кто-то меня вдруг захочет спросить, что это такое, я расскажу, что если вдруг нам необходимо в каких-то схемах подключение на каком-то расстоянии, то мы как раз таки используем это просто своеобразный удлинитель. Да, и когда мы, собственно, подаем питание, у нас здесь светится индикатор. Другое дело, что этого индикатора мы не видим, когда у нас вот эта бумажка его закрывает. Окей. И маленький нюанс, который я вам сейчас проговорю. Все это можно собирать на чем? На платах, про которые мы с вами говорили. Смотрите, как эта вся история работает. Берем нашу серую пластину для LEGO System, для классической серии LEGO. И, короче, можем как-то это все дело соединить. Вот так это все соединяется. Причем соединяется гораздо лучше, чем в предыдущем наборе. Да, смотрите, смотрите, смотрите. Окей. Но. Если тот набор мы могли соединять только на LEGO System, а у кого-то есть дома LEGO DUPLO, ведь по идее 6 лет нам только исполнилось, а как раз 6 лет это возраст перехода с DUPLO на System, и вот эти пластины точно у кого-то должны быть, то мы можем то же самое делать. И на этих пластинах вы скажете, фигня, а я скажу, у, универсальность. И время второй шутки. Помните, как в детстве, соединяя батарейку с лампочкой, мы чувствовали себя Эдисоном? Так вот с этим конструктором каждый себя почувствует не только Эдисон, а настоящим инженером. И для следующего видео нам понадобятся следующие компоненты, ведь мы с вами будем, собственно, делать одну полезную вещь, которая полезна мне для офиса. Я вам всегда говорю, если дети узнают, что они могут быть вам полезны, реально, в жизни, что-то могут сделать такое, что вам облегчит вашу жизнь или ваш труд, как родители, или как его там наставника, то они будут учиться гораздо веселее, потому что они поймут, что это приносит пользу. То есть у нас подход практикоориентированный. Блин, запомните уже. Поэтому у меня есть вот такой мой цветочек, который мне Евгения подарила на какой-то праздник. Посмотрите его состояние. Чтобы вы понимали. Ну, короче, я его забыл полить. И чтоб я не забывал поливать, мы сейчас с вами соберем такую штуку, которая здесь называется «Пора полить растение», а вообще это датчик влажности. И, собственно, вот этот блок мы с вами погрузим в почву. У него принцип работы следующий, что если он не чувствует влажность, контакты считаются нормально замкнутыми, и у нас с помощью вот этого извещателя будет издаваться сигнал. Понятно, что все это просто так не работает, по божьей воле. Нам нужен блок аккумуляторный. Ищем местечко, втыкаем его, наш красивый вот этот блок в почву. Почва рушится под ним. И, собственно, втыкаем извещатель. Воткнули. Не, в таких условиях точно работать невозможно. И нет-нет, да и да. Пойду, скажу и полью. Проверяем. Извлекаем эту историю. Берем стакан воды. В туалете, что ли, налил? Спасибо, Серега. И поливаем наш цветочек. Льем, не жалея. Когда еще наступит этот момент? Собственно, наш цветочек палит. Сейчас нам все впитается. И мы с вами все делаем то же самое. Нормально замкнутый контакт издает сигнал. И мы его погружаем во влажную почву. Чпок. Логическая тишина. И я хочу, чтобы, собственно, она так и продолжалась. Поэтому теперь наш цветочек обрел голос. И он сможет постоянно Полей меня! И вы будете поливать. Вот такая полезная штука. А сколько еще этих штук в этом наборе? Остается только гадать. А что гадать, если вы на нашем канале? Да я вам все сейчас расскажу. Смотрите, что у нас здесь есть. Включаем свет в гостиной. Регулируем яркость лампы. Устанавливаем датчик влажности. Не этот датчик. А датчик влажности, если вдруг на улице дождь. А вы этого не знаете. Дверная сигнализация. Это от родителей история. Или от старших братьев. Кнопка ответа для викторин. Кстати, такая кнопка стоит достаточно большое количество денег. Спокойной ночи, малыши. И многое, что другое. Напомню, что 20 схем вы можете построить из коробки с помощью 15 электронных компонентов. Классно? Да вообще здорово. Мне очень нравится. А еще я немного подготовился. Ведь я очень переживаю за наше будущее, за наших детей. Хочу, чтобы они развивались в тех же условиях, что и дети других стран. То есть мы с вами шли в классное будущее, которое будет инновационным и интересным. Поэтому, по данным Бюро статистики труда, ожидается с 2028 года количество рабочих мест в области компьютерных и информационных технологий возрастет на 12%. Обычно статистика это преуменьшает. Обычно статистика это преуменьшает. На финансовую поддержку различных стартапов, потому что мы хотим, чтобы продукты создавались нами, хотя бы такие же конструкторы, которые будут рядом со знатоком, а в скором будущем его и обгонят. Потому что конкуренция – это двигатель прогресса. И, собственно, поэтому знания таких основ электроники и развитые навыки критического мышления приведут вашего ребенка к славе на радость родителям. И в конце выпуска, друзья, что хочу вам резюмировать. Что первый набор, который называется Logic Blocks, который выглядит, напомню, вот таким вот образом. Что второй набор, который назывался Stem Energy. Вы можете видео посмотреть вот здесь, а блоки, напоминаю, выглядят следующим образом. Эти оба набора будут достаточно просты и интересны вашим детям за сравнительно небольшую стоимость. Дальше вы сами определяетесь, хотите ли вы вкладываться в знания ваших детей и в их процветание в будущем. Или, собственно, задумаетесь о том, а не покормить ли лишний раз какой-нибудь сласкатой фигней. Здесь каждый выбор делает для себя сам. А я хочу вам посоветовать обращать больше внимания на то, собственно, какую информацию мы даем. Вот эти наборы точно способны отвлечь ваших детей от электронных гаджетов хоть на какое-то время. Согласитесь, лишние пять минут далеко не лишние. Ну что, друзья, на этой интересной ноте я предлагаю с вами распрощаться и увидимся уже в следующем видео. Те, кто напишет комментарий, получат от меня огромную благодарность, потому что не так часто я имею возможность с вами пообщаться. Обязательно ставьте лайк, дизлайк, я пойму, нравится вам или не нравится те конструкторы, которые я нахожу, приобретая за свои собственные деньги. Такие дела. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok